А если вы сейчас заняты очень важными вещами, делами, отложите все дела на потом, буквально несколько минут. Сегодня понедельник, многие из вас задумаются, наверное, а что же такое счастье, как обрести это самое счастье. Вполне себе счастливый человек Светлана Боровская вам расскажет. Итак, внимание, блог Светланы Боровской. Светлана Боровская вам расскажет. Годятся ли они вам? Во всяком случае, мне годятся, и как-то в последнее время стали попадаться его статьи о смысле жизни, о рецептах счастья. Они так просты, ничего глобального там нет. Например, он говорит, каждые три года вообще надо садиться у воды, опускать туда ноги. Ну, знаете, можно в тазик, можно в речку, можно в океан, а можно вообще не опускать ноги. В общем, вопрос не в том, что нужно опускать ноги в воду, а просто он подытоживает, как он живет, что происходит, счастлив ли он. Выгодно ли кому-то жизнь? Это его, кроме него самого. Знаете, как говорят, а еще кому-нибудь радостно, что я живу на свете. А это кому-то помогает, от этого кому-нибудь становится легче. И вообще, он говорит прекрасную вещь о том, что каждый год, ну, например, я делаю это каждый год, как правило, это бывает неделя до дня рождения и после, когда идет такой самоанализ, самоконтроль, вообще счастлив ты или нет. Так вот он и говорит, такую ревизию необходимо делать постоянно. Я счастлив или нет? Или что-то не так? Или там не так? Или здесь не так? И тогда, если ты чувствуешь на себе, у себя на теле такой, знаете, зуд несчастья, это нужно тут же устранять. Нужно делать шаг из этого, знаете, как стрелой из несчастья в счастье. И это, конечно, очень сложно. Так могут делать только смелые люди. Не скажу отчаянные, но действительно смелость определенная для этого нужна. Тут же вспомнила прекрасного параллельно писателя, вот все хорошие люди приходят в голову, Евгения Грифшковца. Вспомнила буквально абзац из его книги, ему на спектакле, когда он говорит, вот, выходные, пятница, мы едем, наши друзья, наши шашлыки, погода прекрасная, солнце, радость. Она меня любит, вроде бы, вроде я ее тоже, она мне улыбается, я ей тоже. В общем, весь мир прекрасен, вот веселье есть, а счастья нет. Вот мне кажется, Вячеслав Полунин об этом говорил, что нужно очень точно отличить это или не это. Или, как знаете, о любимой работе никогда не устану говорить, нужно заниматься только тем, от чего вот дзынькает, знаете, вот дзынькает. Вот у нас от доброй разницы, я уверена, у всех дзынькает, не важно, что это происходит так рано. Или помните, герой фильма «Полеты во сне и наяву» Олег Янковский, который точил какие-то детали все время. Нет, я, по-моему, путаю. Денис, влюблен по собственному желанию? Влюблен по собственному желанию. Вот, спасибо большое. Вот у меня же сидит профессор всегда рядом. Влюблен по собственному желанию, когда, помните, он точит какую-то деталь на заводе в такой шапочке удобной, вязаной, и говорит, вот деталь, и вот она летит, и вот полет, и вот летит, и вот она. Не греет. Вот это об этом. Об этом очень много рассказывает Вячеслав Полунин, что нужно делать только то, от чего поет сердце. Мне кажется, это просто. И еще один эпизод, напоследок. Он был в одной из стран, и сидя в гостиничном холле, видел, как шел молодой человек, работающий в отеле, и, значит, ему сказали, видимо, повесить занавеску. И вот, значит, он шел, напевая, насвистывая, пританцовывая. Он вешал эту занавеску, отходил, смотрел, посвистывал, вешал чего-то там, примерялся. В общем, он делал это вообще часа полтора, потом он отошел, занавеска упала, и он совершенно довольный, счастливый ушел на свистывая, ну, видимо, вешать другую занавеску. И Полунин потрясенный сидел, как счастливо этот человек провел эти два часа. Нет, конечно, на мой взгляд, здорово было бы повесить еще и занавеску при этом. Но это уже совсем другая история. Поэтому, мне кажется, мы все счастливы, просто те, кто не понимают, еще не пришел этап, когда вы поймете, что все-таки вы были счастливы вот в этой драме, комедии, мелодраме, прекрасной нашей жизни. Будьте счастливы. Света, ты счастлива? Да, это абсолютно точно. На 100%, ну, скажем так, на 90%. Нет, видимо, я совсем про это не думаю. Мне кажется, даже когда я плачу, смеюсь, или я буйствую, или я, наоборот, мягка и тиха, все это счастье, потому что это океан жизни. Я живу удивительной жизнью. Я могу сказать, что Светлана Боровская одна из самых счастливых людей, которых я знаю. Или она так играет счастье, значит, она хорошая актриса, что есть на самом деле. Либо же это действительно один из самых счастливых людей. Играть, понимаете, это не быть счастливым. Нельзя жить только ради сцены. Сцены, знаете, достаточно, как говорится, в школу на родительское собрание, когда я приходила. Нужно было сказать, что мы так заняты, мы так устаём на работе, мы не можем каждый день с детьми делать уроки. Хорошо. Задумайтесь о счастье. Продолжение следует...